Парламент Абхазии принял годовой отчет Национального банка за 2020 год. Его представила заместитель председателя банка Диана Зонтария. Она отметила, что 2020 был непростым, что было связано с ограничительными мерами и не могло не отразиться на экономических показателях. В том числе сказалась закрытая граница в первом полугодии. Банковская система не может существовать без экономики. Соответственно, в банковской системе тоже были определенные рода трудности, которые были в конце года, показатели, по которым были улучшены. Но, тем не менее, многие банки закрыли год с убытками. При этом хочется отметить положительную тенденцию, связанную с ликвидностью. Были проблемы с своевременным выполнением платежей. Эта проблема практически полностью решена. И на текущий момент нет задержек платежей по банковской системе. И в конце года эти вопросы также были решены. Следует отметить, что за предыдущий год у нас сильно была развита инфраструктура международной платежной системы. Зарегистрировано 440 новых посттерминалов, которые позволяют ускорять работу и обслуживание банковских карт. Диана Зонтария отметила, что Национальный банк намерен продолжать политику развития международных платежных систем в Абхазии. В прошлом году после открытия границ платежи по международным платежным системам значительно выросли. Если даже по текущим данным сравнено, то текущие данные еще выше, чем прошлого года летнего периода. И это хорошая тенденция, свидетельствует о том, что и в течение по результатам года будут хорошие показатели. Банк Абхазии интенсивно проводит политику по расширению этой инфраструктуры. В частности, были проведены работы по обслуживанию наших карт АПРО за пределами Республики Абхазии, не только на территории Российской Федерации, но еще в тех странах, где карта МИР действует. Очень приятный показатель. Около 3 миллионов в прошлом году были проведены операции около 3 миллионов рублей. И в дальнейшем Банк Абхазии также планирует проводить и усиливать эту работу, чтобы перейти к бесконтактной системе оплаты платежей. И вот сейчас стоит задача осуществлять покупку товаров в услуг бесконтактной или картами АПРО. Годовой отчет Банка Абхазии депутаты парламента приняли. Следующие 9 вопросов были кадровыми, а именно касались избрания районных судей. Были представлены кандидатуры судей Ткорчалского, Галского, Гагрского, Сухумского и Гудаутского районов. На должности судей Ткорчалского района предлагались кандидатуры Виктории Ажиба и Анатолия Хажба. На должность судей Галского района Беслана Бжания. Суд Гагрского района были предложены Роберт Демирчан, Асида Аргун и Стелла Шванба. Сухумского района Александр Степанов и Кристина Язычба. Гудаутского района Людмила Чанба. Председатель профильного комитета Валерий Агрба сказал, что все кандидатуры рекомендованы комитетом. При этом он отметил, что процедура избрания судей коллегиальная. От органов судебного самоуправления, квалификационной коллегии до президента и парламента. Закон предусматривает систему сдержек и противовесов, потому в одиночку ни один из институтов власти не может избрать судью. И вот этот большой срок непредставления кандидатур в парламент для избрания на должность судей, он затянулся много месяцев, и хотелось бы призвать все органы, задействованные, или в системе, которые участвуют, начиная, как я повторяюсь, от экзаменационной комиссии, квалификационной коллегии, президента и парламента, все-таки постараться соблюдать конституционные законы судебной власти, в котором четко прописаны сроки и обязанности для каждого органа, начинают экзамены, конкурсного отбора, представления президента и в том числе и парламента. Это так просто на будущее, потому что если мы говорим о судебной системе власти, о сохранении законности, усилении этой законности, правопорядка и вынесении справедливых решений судом, всеми судами, судами общей резиденции, арбитражным судом, поэтому хотелось бы, чтобы впредь таких задержек, чтобы мы вводили судебную систему в такой вот коллапс, чтобы это было исключено и не повторялось больше. Председатель Верховного суда Абхазии Мананаделба отметила, что неоднократно обращалась и к президенту, и в парламент, и в квалификационную коллегию, так как судьи должны были быть по закону назначены до конца декабря. Но этого не произошло. Три районных суда Абхазии не работали. Дела перенаправлялись в другие суды. По непонятным мне причинам это все затягивалось. В связи с чем? Три суда не работали до сегодняшнего дня. Надеюсь, сегодня по результатам выборов судей у нас начнут эти суды работать. Но уже что случилось, то случилось. Очень надеюсь, что в будущем у нас никогда это не повторится, потому что такого в истории Абхазии не было случая, чтобы предоставленные законом 90 дней на прохождение всех процедур от подачи в квалификационную с момент объявления вакансии прохождения ККС президента и парламента, там четко в конституционном законе прописаны сроки рассмотрения. На все это дается 90 дней. Процедура объявления вакансии должна была начаться 1 октября и закончиться до 31 декабря. Сегодня, как известно, 10 июня. Прошу поддержать кандидатуры. Многие в основном сегодня проходят сессию, те, кто со стажем проработали в суде, но есть и новые, которых я рекомендовала, давала характеристики. И администрация президента прошу поддержать. Спасибо. Ответил председателю Верховного суда депутат Батал Топагуа, сославшись на то, что заседание сессии освещают журналисты, а значит, оповестят общественность и, цитата, скрывать нечего. Я при всем уважении к вам хочу сказать, что у нас такое количество судей в стране, которые могли бы без всяких проблем и могут работать. Поверьте мне, если даже мы, вот этих судей, которых пришли, не пройдут условно, для того, чтобы было известно. Вот такое количество у нас судей есть. Единственное неудобство было в отношении граждан, которые проживают, в частности, в Гудаутском районе, потому что так оказалось, что там не было судей и так далее. Но это было связано с тем, что у нас признак квалификационной коллегии менялся. Я хочу, чтобы вы просто знали. И из-за этого возникли небольшие сбои. Но при всем уважении к остальным тоже хочу сказать, что у вас лично никаких проблем в Верховном суде с этим не должно было быть. В законе все предусмотрено. А что касается по поводу, мы рассматриваем или нет, хочу, как говорится, вам сказать, не могу не заметить. Есть такое абхазское выражение, как говорится, у нас лежит тоже более месяца тому назад. Если по государствам, так мы должны были бы рассмотреть тоже. И у нас были случаи, когда здесь лежал какой-то год документы. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, нужно немножко посмотреть на себя тоже. И государственность проявлять в отношении своей работы должны все. Да, там были, связи с тем, что сменился и министр юстиции. Был новый председатель. Вы, может, ждали день рождения, хотели поздравить. А мы не это ждали. Просто для того, чтобы... Подождите, Наталья Викторовна. Вы что, не знаете, не говорите, пожалуйста. Вы не знаете. Поэтому были моменты. Но это совершенно не мешало работе. Депутат Валерий Агарба сказал, что в парламенте действительно произошла задержка рассмотрения. Но случилось это не по вине депутатского корпуса. До того, как мы принимали закон на судебную власть, конституционный закон, действительно, это было и в третьем созыве, и в четвертом созыве. И бывали случаи, когда задерживали рассмотрение кандидатуры для избрания судей. Потому что законом не предусматривали никакие ограничительные сроки конкретные, то есть рамки временные, которые бы накладывали обязательства на все органы, участвующие в рассмотрении представления кандидатуры и избраниях. В связи с вступлением в силу конституционного закона о судебной власти, а он уже вступил в 2017 году, это еще в пятом созыве, поэтому и были написаны сроки 30 дней для квалификационной коллегии судей, 15 дней для президента и 30 дней для парламента. И это никак нельзя переложить ответственность, в том числе и на нас. Какая-то частично, конечно, и на нас есть, но по 7-8 месяцев квалификационная коллегия, когда не открывает конкурс, не рассматривает. Представитель президента в парламенте Саида Будба зачитала биографии кандидатов на судейские должности. Все они присутствовали в зале заседания парламента. Результат тайного голосования показал, что депутаты утвердили все представленные кандидатуры на должности районных судей. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.